Ну что, продолжаем расхламительный проект, я тут пришла в комнату, чтобы настроиться на расхламление, и буду продолжать мучить тот же ящик, где была косметика, потому что там у меня, ну, мне кажется, есть что разобрать, и я, конечно, задумалась, что, блин, на целый год себе намутила эту историю, и вы в комментариях, кстати, спасибо большое, что много народу ко мне присоединилось, и я многих вдохновлю на расхламление, потому что это, правда, очень важная вещь, вот, по поводу длительности, у меня небольшая паника, но я все-таки буду стараться, держаться, потому что, опять же, барахла много, и самое главное, что вот за год я, вот, должна войти в какой-то режим правильного взаимоотношения с вещами, и в первую очередь это зависит от того, если ты знаешь, где у тебя что лежит, и вот поэтому, если вот так вот по чуть-чуть проходиться, знать, где у тебя что находится, не придется уже задумываться о том, типа, надо ли что-то купить, вот, короче, сейчас полезу в ящик. Короче, я в целом довольна, я разобрала свою дорожную косметичку, но поняла, что я ее очень в хорошем состоянии держу, у меня тут все, что надо, зубная нить, походные щеточки, маленький кремик для линз тут все, ватные палочки, короче, все аккуратненько, но что-то я все равно вытащила, а, вот это вот, короче, контейнер, так, один, который не нужен нам здесь, он вот отчаливает. Ну, так, резиночку надо убрать, потом вот это я тоже буду считать за целый пункт, потому что здесь какие-то пакеты, тоже какая-то хрень, вот, это лот номер два. Серьги нашла, такие вот стильняшные прикольные серьги, которые заказывала под какой-то там фотосет, и, ну, вообще мне не носибельно, как-то не очень смотрится на мне, и поэтому я их тоже просто выброшу, вот, они недорогие, не жалко. Нашла еще одни тени, вот видите, косметика, оказывается, это кочует, они такие не особо блестючие, я думала, может, Дашин их отдать, но потом подумала, что и так Дашин много косметики. Четвертый, да. Какой-то лосьон для тела, тут уже он, короче, старый, он уже начал так пахнуть не очень, я его тоже решила ликвидировать. Это из подашинных, короче, всяких там штук, которые она покупает, и я хотела оставить, чтобы делать потом формы, знаете, там, гипсом залить, либо цементом. И в итоге, знаете, это уже больше года лежит, и я решила, что пофигу, когда я дойду до этого, я найду себе другую форму, потому что вот она лежит, лежит, вот не хочется превращаться в бабушку, которая все складирует. И тут еще я освободила такую косметичку дорожную, там у меня нижнее белье, не буду светить тут руселями перед вами. Косметичку, естественно, оставлю, потому что она очень удобная в дороге, даже думала, может быть, вот эту, но нет, мне вот это нравится, что она так ставится, и вот, короче, открывается так удобненько. Короче, бельишко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И, как-то, знаете, уже было тяжело, но я уверена, что надо просто дойти туда, куда не ступала нога человека, где я давно не разгребалась. Так что все, это сейчас пойдем взвешивать. Ну что, пошел процесс, все закинут, какой-то мелкий мусор, я вот тоже это все складываю, потому что я была удивлена, что у меня это тут помидорки рядом, что это вообще, смотрите, даже не помещается в мисочку. А, я еще хотела разобрать кое-что. Ну ладно, это будет уже в следующем, в следующей неделе. Все, эта косметичка пуста, буду ее стирать. И у нас, смотрите, тут 370 грамм всякого ненужного просто отправляется спокойно в мусорку. Ну все, разобралась немножко, и хочу сказать, что очень легко это дается, потому что знаю, что всего типа 7 вещей. Ну все вещей ты вроде найдешь. И поэтому заставить себя что-то разобрать, это вот реально очень легко. Потому что часто бывает, ты сидишь и думаешь, ой, надо разбираться, все начинаешь эти дела отодвигать, сразу находишь другие важные задачи, которые нужно сделать. А тут вроде как бы бац. Вот, плюс еще реально у меня, конечно, мотивашка в том, что я записываю отчеты. Для меня это реально очень классная мотивация. Я, собственно, и начинала влог с того, что вот, ну не влог, канал записывала отчеты по шаттерстоку. И это прям вот для меня работает. Вот, может быть, кого-то в формате инстаграма тоже будет классно работать. У меня вот на камеру. Короче, хочется мне добраться еще до шмоток на следующей неделе. Но как-то я немножко это боюсь. Вот, кстати, еще спрашивали по поводу переработки. То есть, как я, куда эти вещи деваю. Я не сдаю в переработку. То есть, так, чтобы, знаете, там мыть, сортировать все и куда-то отвозить. Потому что я физически не могу потратить на это время. У меня другие приоритеты. Если бы у меня тут поблизости, прям под домом что-то было бы, это одно. А так, у меня есть только контейнер для вот там тетропака и прочего. Но куда сваливают, все. И в итоге этот контейнер тоже загружает мусоровоз вот в свою общую корзину с мусором. Я складирую батарейки. И все, что вот можно отдать в магазинах, которых у нас тут, ну там, типа во вкус вилле. И еще в хозяйственном. Там прям вот есть специальные такие урны, куда можно что-то скинуть. Шмотки, какие-то ткани. Все, что уже как бы неносибельно, я сдаю в H&M. Вот, получаю за эту скидку. Если кто не знал, приносите им пакет. И вам там, по-моему, на 20% купончик предоставляют. Также ткани я, ну то есть шмотки, когда уже куда-то отдаю или выбрасываю, я часто разрезаю на такие кусочки. Потому что что-то можно использовать потом для шитья. Там с дошен, когда развлекаемся. А что-то я использую как ветошь, как тряпочки для рисования, чтобы кисточки вытирать. Это тоже такая хорошая экономия, потому что есть бумажные полотенца. Вот, но я их часто использую. Но стараюсь, конечно, тканевые, потому что не везде тканевые подходят. Вот, где-то вот, когда я маслом работаю, я понимаю, что я тряпочки потом эти не отстираю. Вот, хотя иногда просто вот поюзаю и выбрасываю. Короче, такое вот практически безосходное производство. И можете написать, поделиться мнением вообще, как вот у вас проходит такой вывоз. Сортируете ли вы что-то, куда-то там сдаёте. Потому что у меня вот с этим, к сожалению, вот так вот. Но я с пониманием отношусь как бы и к своей ситуации, и к другим людям, которые там не сортируют мусор и что-то там не так делают. Потому что у каждого свои возможности. И просто круто, если вы делаете хотя бы что-то для вот не загрязнения окружающей среды. Ну, вот, типа, знаете, там с шопером в магазин ходите, не покупаете пакеты, используете там многоразовые трубочки, вот как я, например. Вот, так что это тоже уже хорошо, и надо радоваться таким маленьким шажкам. Всё, что-то я в Zero Waste ушла. Давайте не будем отвлекаться. Будем готовиться к расхламлению следующей недели. Ну, такое, знаете, лайтовое расхламление. Это расхламление, когда прям глобально взял и всё выкинул. Пишите, от чего вы избавились на этой неделе. Нашли ли вы в закромах свою косметику или что-то ещё? Вот. И вообще, вот очень часто у меня так бывает, что куда-то лезу и нахожу там вещи, которые вообще там быть не должны. Вот одна из главных причин, почему надо периодически ходить не только по верхам, но и залезать куда-то поглубже. Всё. Жду вас в комментариях. рассказывайте, насколько вы, ваш дом, точнее, похудел за эту неделю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!